Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в симулятор автомобиля 2. Вышло обновление, в котором добавили новый автомобиль, а вот интеллект пешеходов, похоже, по-прежнему не починили. Давайте, дамочки, я знаю, вы справитесь. Блин, слушай, вот эта вот дама не совсем-то и на даму похожа, если приблизиться и приглядеться, посмотреть на это лицо, на эти широкие плечи. Ладно, оставим их. Так, возможно, когда-нибудь они справятся и сумеют согнуть колени, приподнять ногу и перешагнуть через этот, казалось бы, непроходимый бордюр. Но они должны преодолеть это препятствие, рано или поздно. Итак, заходим в салон. Салон находится вот здесь вот, в северной части города. И у нас здесь появился новый автомобиль. Это BMW, не знаю точно, какая модель, напишите в комментариях, написано, что это Boomer M. Вот такой вот замечательный представитель. Пока что мы его только сможем осмотреть, потому что стоит он 450 тысяч. А все бабки, как вы помните, я слил, так что сегодня мы будем фармить и копить на BMW, потому что больше нам делать, по сути, это и нечего. Открываем дверь, вот такой вот прекрасный салончик. К сожалению, посидеть пока что на сиденье нельзя. Но салон выглядит симпатично, по крайней мере, издалека достаточно проработан. Есть, конечно, текстурки низкого разрешения, но тем не менее, опять же, если издалека наслаждаться, наблюдать за салоном, то все вполне неплохо. Так, откроем заднюю пассажирскую дверь. Здесь тоже все замечательно. Можно открыть, естественно, поднять и опустить стекло. Я уже, видимо, опустил, что ли, или оно было опущено. Не помню этого. Все, замечательно функционирует. Заглянем, что под капотом. А под капотом вот такая вот красота с низким разрешением. Тут даже издалека не очень-то смотрится, потому что, ну, это сплошная текстура, на самом деле. Так, ну и теперь мы можем открыть багажник. Посмотреть, что здесь. Такое вот небольшое пространство. Здесь ничего интересного. Слушайте, а эта дамочка здесь стояла раньше? Что-то машет. Заманивает, заманивает. Хочет, чтобы я все здесь автомобили скупил, но я не такой богатый. Не помню, по-моему, за прилавком здесь никого раньше не было. Как всегда, так же прекрасные тени. Ну что ж, мы осмотрели автомобиль. К сожалению, покататься у нас сегодня на нем не удастся, потому что надо фармить. Сейчас ограбим ювелирку. Я специально взял пикап. Затем мы берем ламборгини и едем выполнять другие задания. И таким-то образом, ну, хотя бы было бы неплохо 150 за сегодня накопитель, около того. Вообще, в идеале, конечно, 200. Чтобы потом по-быстрому половину, даже больше половины получается. Нафармить еще и купить уже БМВ. Так, давайте сперва, в первую очередь, заедем на заправку по прямой. Потом поедем, ограбим ювелирку. Блин, как же резво стартует все-таки наш пикап. Вроде как заданий никаких не добавили, но появились вот такие вот, смотрите, радары. Вот здесь вот нужно разогнаться 90 км в час, и, возможно, мы какие-то деньги за это получим. Раньше этих радаров я не помню, чтобы они вообще здесь были. Можно попробовать, но давайте сначала заправимся, потому что топливо заканчивается. Да, вот требуемая скорость 90 км. У меня есть, конечно, две канистры, но я не хочу их использовать. Тем более, чтобы рядом с заправкой находимся. Так, выходим из машины. Открываем бензобак. Я надеюсь, мы без проблем сможем заправить наш автомобиль, несмотря на то, что... Да, нормально. Сквозь, сквозь всю кабину из 1778 монет мы оплачиваем в кассу, заправляем полный бак. Сейчас разгонимся, давайте, 90 км, и даже больше нам у нас получится разогнаться, я думаю. Посмотрим, сколько бабла отвалит. Но мне кажется, максимум тысяча две, наверное. Я возмещу себе только затраты на топливо, по идее. Так, разворачиваемся. И назад сдает тоже достаточно резво. Так, ну и теперь вот здесь вот, по этой дороге мы разгоняемся. Давайте вот так вот срежем немного. Эть! Две звезды, мы получаем 144 км разогнались на маленьком участке. А получил я всего лишь 800 или около того монет. Это прям совсем мало. Конечно, я много времени не потратил для того, чтобы разогнаться, но... Тем не менее, мы даже не возместили себе затраты на топливо. Что совсем печально, конечно. Так, ладно, давайте поедем грабанем ювелирку. Вот здесь вот 120 надо проехать. Блин, я не разогнался даже до 120. Что-то странно. Я затормозил, конечно, но я думал, у меня достаточная скорость. При этом не посмотрев на спидометр даже. Ладно, это не важно. Мне кажется, здесь тоже дадут 800. Если на 3 звезды, то есть если разогнаться где-то до 200 км в час на этом участке, получить 3 звезды, мы получим, наверное, тысячу, может быть, полторы тысячи. Или около того. Так что сейчас мы грабим ювелирку. Затем едем, наверное, миссию с Гелендвагеном выполнять. Это где-то в центральной части, да, по-моему, где-то в этом районе. Там, насколько я помню, тоже неплохие деньги платят. И постепенно вот таким образом будем зарабатывать. И в итоге накопим на BMW. В любом случае, больше нам деньги некуда надевать. Только на BMW и будем копить. Ну, а затем ждать следующее обновление. Я думал, обновление, конечно, будет покрупнее. Но в итоге всего лишь один автомобиль. Или там какие-то фиксы. Может быть, небольшие нововведения. Вот эти вот радары. И так далее. Так, ну что ж, выходим. Давайте поближе запаркуемся. Неловко получилось. Машина просто безумно резко стартует. Как и все здесь, на самом деле, практически. Кроме каких-то тяжелых, невкачанных внедорожников. Так, ну что ж, берем бейсбольную биту. Откроем вот здесь вот дверцу. Берем бейсбольную биту. И давайте световой меч. Ну и ограбим в очередной раз ювелюрку. Так. Почему-то драгоценности после обновления не пропадают. Я просто их щупаю. Похоже. Но при этом ничего не забираю. Видите, какой я привередливый. Не понравилось. Не понравились мне эти драгоценности, судя по всему. А ладно. Главное, что деньги... Где не добираются, все хорошо. С этим ошибок никаких нет. По-прежнему мы столько же зарабатываем, да? В районе 70 тысяч. 67 тысяч. Я не помню в прошлый раз, сколько мы зарабатывали. Примерно столько же, да? Так. Закрываем двери. И можно особо не спешить. Едем в безопасное место. У нас целая минута. И потом поедем выполнять задание с Гелендвагеном. Я-то не знаю. Мы даже, наверное, менять машину не будем. Зачем нам на задание с Гелендвагеном другая машина? Зачем нам Ламборгини брать? Гоночки я не уверен даже, что сегодня мы будем проходить. За них мало платят. Есть, конечно, заезды, где неплохие деньги платят, но они слишком долгие. На них особо ты не подфармишь. Так. В итоге мы 67 500 с вами заработали. Теперь нам нужно ждать 10 минут или 15 минут, да? Да, целых 15 минут еще нужно подождать. Поэтому в ночное время суток мы выезжаем в центральную часть и выполняем там задание мафии. Можно какой-нибудь драг еще проехать, но, наверное, мы не будем этого делать. Если бы прям на мосту какое-нибудь было задание, тогда бы я, может, и проехал. Какой-нибудь драг заезд на мосту. Чтобы по пути. Ну, а здесь кольцевые гонки вокруг. В кольцевых заездах я сейчас участвовать явно не хочу. Так, ребята. Я очень спешу. Очень нужны деньги. Но 100 тысяч мы уже заработали. Как 100 тысяч меньше? Потому что у нас было изначально 133. Так, а здесь вот я сумел разогнаться. Всего лишь одну звезду получил. И опять я не посмотрел, сколько денег заработал. Ну, где-то даже меньше, да? Где-то 500, наверное, или около того. Так. Подождите, это то задание? 7 с половиной. Я забыл, где задание связано с Гелендвагеном. Это с колесами. Задание. Блин, зря я вообще принял. Да, это задание, где нужно скрутить колеса. И здесь достаточно мало платят. Всего лишь 7 тысяч. Ну, ладно. Раз уж начали, давайте выполним. Погнали. Открыть багажник я забыл. Забыл. Ну, зачем открывать багажник? Зачем? Если это пикап, зачем открывать эту дверцу? Так, и у нас минута с вами осталась. Этого вполне хватит. Все, колеса забрали, поместили в наш пикап. Одно колесо вообще здесь лежит, здорово. Остальные нам, видимо, не понравились. Какая драгоценность в ювелирке. Так, и теперь у нас есть минута для того, чтобы доехать до местного назначения. В безопасное место. Хотя здесь места везде безопасны, по идее. Потому что полицию так и не добавили. Хотя, вроде как, планировали добавить каких-то гаишников. В общем, полицейские автомобили. Итак, мы заработали еще 7,5 тысяч. Это, конечно, большая сумма, но хотелось бы чего-то большего. Да, вот здесь вот, по-моему, задание с Гелендвагеном. Так что проедем сейчас туда. Там два задания мафии. Я не помню, какое из них какое, но на месте разберемся. Главное, случайно, в очередной раз не принять задание. Так, нормально. Вот 150 разогнался. Хотя, слушайте, можно каждый раз побивать рекорд и получать по тысяче монет. Но нет, это все равно за парно, мне кажется. И особый профит минимальный, короче. Так, что-нибудь женщину не сбил. Можно, конечно, туда-сюда ездить и получать по тысяче монет. Вот если... Вот если... Неважно, какую скорость мы развиваем, но главное, как минимум, по минималке, в общем, проехать. И каждый раз все-таки будут платить. Тогда имеет смысл, наверное, формить на этих радарах. А если нужно каждый раз побить свой рекорд, и только за это вы получаете деньги. Вот давайте сейчас ради интереса проверим. Здесь нужно разогнаться 120 километров в час. Сделаем мы это от гаража вот этого. Давайте. Надеюсь, я смогу здесь развить скорость 120. Потом попробуем повторить результат и посмотрим, получим ли мы деньги в этом случае. Нет, слушайте, я даже до 100 разогнаться не смог здесь, на этом участке. Нужна, конечно, ламбаргейня. Давайте как-нибудь вот здесь вот, что ли, отсюда попробуем. Так, извините, мадам, все будет с вами хорошо. Так, 120 есть. 700 монет. Теперь я куда-нибудь вот сюда заеду. Так, нет, не в дом. Куда-нибудь вот сюда заеду и снова попытаюсь разогнаться. Даже меньше попробую. До 120, до 121 километров в час. Братан! Ну, блин, здесь много трафика, и особо ты не разгонишься, конечно, мешает. Мешает трафик. Так, надо его либо вырубать, либо мрать более быстро машину. Давайте опять сюда заедем. Отсюда у меня получалось. Так, но 130. Новый рекорд. 790. Сейчас будем, короче, туда-сюда ездить. Я хотел поменьше скорость набрать, но в итоге получилось даже больше. Давайте вот отсюда. 80. Давай, быстрее! Оп! 121. Да, мы все равно получили. Смотрите, мы не побили свой предыдущий рекорд, но все равно получили бабло. Так что, в принципе, можно взять Lamborghini и тратить, ну, секунд пять, наверное, на каждую отметку, на каждый проезд через Radar и получать Кассари. То есть, тысячу за пять секунд. Ну, не знаю, все равно долго придется. То есть, для того, чтобы накопить на BMW, нужно будет 450 раз проехать. Это, ну, как минимум надоест. Так, автоугонщик. Да, вот как раз это то нужное задание, похоже. А здесь у нас богатый должник. Богатый должник. Хотя 16 тысяч. А задание автоугонщик. За задание автоугонщика мы получаем 25. Так что мы его принимаем. Да, ну вот как раз-то это задание, по-моему, и связано с Гелендвагеном. Сюда мы подъезжаем. Выходим. Да, выходим. С вами великолепным лазерным мечом разбиваем гаражные ворота. Запрыгиваем в салон. Ну, и теперь нужно просто доехать до города, насколько я помню. Хотя ограничения здесь, смотрите, ни хреново. 50, уже 40 секунд. Я должен успеть пересечь мост. Так что как можно скорее мы отправляемся обратно в город. 30 секунд. Раньше тоже так мало времени давали. Я уже на самом деле не уверен, что успею. Хотя с другой стороны. Сразу после моста. Безопасное место. Так что, да, еще, наверное, даже секунд 20-10 останется. На 20 секунд оставалось. Ну, и теперь мы, собственно, отгоняем Гелендваген в гараж мафии. Всем известный. И получаем свою бабуку. Ну, да, даже 200 мы сегодня не заработали. Надо, короче, подфармить. И через каждые 15 минут вывозить из ювелирки драгоценности. Ой-ой-ой, братишка, как же ты не вовремя выехал. Так, ну ничего страшного. Повреждений здесь никаких нет. А, даже не к гаражу мафии. А, к автосалону. Это еще проще. Еще быстрее. В итоге у нас 137 тысяч. Я тогда за кадром уже доформлю. Буду ждать отката каждые 15 минут. Выполнять, наверное, миссию только с ювелиркой. И таким образом в следующей серии мы уже погоняем с вами на BMW. Может быть, ее перекрасим. Может быть, даже оттюнингуем. Но это вряд ли, потому что после покупки BMW у меня, скорее всего, денег не останется. Так что на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.